всем привет сейчас вышла за продуктами хочу баре сделать еще сделать хочу вот и вышла сейчас магазинчик он пока закрыт вот ожидаю пока откроется купила уже в другом стою около дерева кстати прислонившись кайфу и закрыт купила сейчас на щи капусту и и помидорки там у меня и перчик болгарский ну правда два штуки взяла думаешь маловато еще взять а чё я здесь жду я вроде бы все взяла а ну морковку одну возьму да болгарский перец наверно еще один сегодня на улице у нас классная солнечная погода прям щи супер наконец-то солнышко девчонки вот такая вот жизненно съемной квартире значит годние как это сказать ну ладно на хотел название красиво придумать вот сделала сейчас борщ борщ у меня без мяса потому что то мясо которое привезла именно деревенское мне хочется его куда-нибудь там потушить пожарить ну что-нибудь такое из него сделать чтобы оно было такое заметное видно вот и поэтому я сделала тут обычный борщ такой он овощной здесь помидорка короче все без мяса еще сметанку добавил ту которая купила здесь и я очень люблю больше закисленный такой поэтому лимончик еще сюда положила еще выдавлю лимончик и это у меня перец перец сегодня с утра вот сходила купила зелень господи что меня с речью я вчера голодала целый день и сегодня с утра только морковку съела тертую рис у меня здесь не было и съела еще морковку плюс хлебушек небольшой с кусочком мысливее сливочное масло и сырка вот очень полюбила вот черный хлеб прям с удовольствием здесь с мужем едим я его поджарила сейчас на сковородке потому что я ем тостер на хлеб и вот добавила еще масло положила очень вкусно получается борь борщ с черным хлебом и сливочным маслом еще не хватает я пожалела что не взяла но собиралась абы как вот в не очень хорошем настроении я сала с собой не взяла сало было бы очень круто вместе с борщиком вот вот такой вот будни скажем так с утра сходила купила все овощи на овощи на борщ вот готовила знаете смиряюсь с тем вот куда забросила меня сейчас судьба я потом еще вам хочу снять видео что такое что здесь можно снять за за бы ну как бы за деньги за которые у нас вообще можно в центре квартиры у нас за такие деньги за которые вот заплатили за квартиру за это за съемного у нас можно снять в центре города хорошую с хорошим евро ремонтом я вам покажу что можно снять здесь за эти же самые деньги единственное я особо здесь не то чтобы ничего не разбирала я так то что приехал там полы помыла ванну там отмыла но все равно когда условия так себе как бы квартирка так себе то ну конечно это будет все смотреться не очень но покажу вам без прикрас опять же чем можно снять вот за такие деньги за которые но я вам озвучу потом что можно снять здесь но смиряюсь понимаю что ну вот раз меня судьба сюда там бог забросил значит вот здесь сейчас самое место как раз сейчас слушаю вебинара сокальская кати она вот рассказывает последний посмотрите марафон я вот в новом состоянии и очень интересно именно про принятие и и очень важно сейчас как раз видео посмотреть потому что там многие вещи рассказаны как раз про принять всего того что сейчас происходит про то как вы можете это поменять можете либо вообще это изменить и так далее вот вообще очень хорошая вещь я это в себе напоминаю про то что если ты не можешь поменять 1 не можем поменять на многие сейчас, то, что процессы, которые происходят, да, как не можем поменять? Мы и можем поменять, и не можем поменять. То есть мы не можем поменять это чем? Ну, бестолковым разглагольствованием там в интернете, там, обмусоливанием этой темы, там, не знаю, освещением в интернете, ну, нет смысла это освещать. И вот, ну, просто были претензии там к некоторым блогерам в самом начале, вот почему вы там молчите, да? Вот, как бы молчи, не молчи, а ситуация от этого, как бы, не поменяется. Мы, то есть то, на что ты повлиять не можешь, вкратце, если я вам так скажу, ты влияй на то, что ты можешь поменять. На что ты можешь поменять? Ты можешь поменять на то, чтобы ты там в квартире была чиста, наладить отношения со своей семьёй, то есть заниматься обычными, даже когда вокруг тебя происходит просто крах какой-то, я, кстати, сейчас читаю книжку «Скажи жизни», да, я бы не сказала, что она какое-то на меня такое впечатление и дикий восторг произвела, вот, но нет такого вау-эффекта, как я ожидала, да, хотя очень многие отзывы на неё, ну, то есть очень много хороших отзывов, что эта книга перевернула жизнь людей на до и после. Но так как я много такой подобного рода литературы читала, ну, я бы не сказала, что она какой-то на мне отпечаток, такое неизгладимое впечатление на меня произвела, но там очень много таких вещей, и одно из подтверждающих, что они вообще были в той ситуации, в конселагерях, да, где вообще были невыносимые условия, и он говорил, что те люди, которые не смирялись, а которые махали на всё рукой и там ложились, входили в состояние апатии, они, как правило, эти люди быстрее всего умирали. Ну, это вот отслеженное, вот он с точки зрения психолога отслеживал, насколько это мог в тех условиях нечеловеческих отслеживать все психологические процессы, которые происходили с людьми, и вот как раз этому посвящена книга, без каких-либо так вот подробностей, были, конечно, но без каких-то таких кровавых сильно подробностей, именно с психологической точки зрения. И вот Исакальская об этом говорит, и в других каких-то источниках я слышала, вокруг тебя может происходить всё, что угодно, да, но ты можешь, я не знаю, мыть посуду, то есть заниматься обычными своими привычными делами, чтобы ощущать эту жизнь, чтобы поддерживать в себе состояние жизни, мыть посуду, мыть унитаз, мыть полы, там, если ты ничего не можешь изменить, то, что происходит вокруг тебя, да, вот, ну, наверное, кто приумеет в твёрдой памяти понимает, что ничего изменить невозможно, да, что решения принимаются не нами, то можно поменять, изменить мир вокруг себя, то, на что ты влияешь, то, на что ты можешь поменять, ты не можешь повлиять на то, что происходит в стране, вот, на то, можешь повлиять на то, что происходит в твоей семье, в твоей квартире, там, с твоими близкими и так далее, меня это вот, и мне вот это очень сильно откликается, поэтому я здесь вот там мою полы как бы такая хорошей женой там, не учусь хорошей женой быть, а, ну, то есть, делай то, что от меня зависит вот может быть хорошим мужем, стать хорошей мамой, хорошей так далее, да ну, надеюсь, вам мысли мои понятны пойду и есть, а то у меня весь остынет какая-то недосказанность, хочется еще вам что-то сказать вот, ну, ладно, наверное, на этом закончу давно рассуждалок не было на моем канале вот, влияй на что можешь повлиять, и несмотря на даже вокруг тебя просто вещи, которые несовместимые с жизнью происходят молись, ну, да, молитва еще я вам хотела сказать молитесь, потому что вы можете молитвой поменять своим состоянием внутренним сознанием вот, происходящее внутри поменять можно, но это тоже как бы тема отдельного разговора, не буду потому что то, что у нас внутри отражается в реальности во внешнем мире то, что у нас внутри отражается во внешнем мире происходит у вас в жизни это отражение вашего внутреннего мира поэтому нужно работать преимущественно не с тем, что вовне у вас происходит а со своим внутренним миром потому что изменится состояние внутри, изменится то, что происходит вокруг вас, вот, и еще это вот то, на что можете влиять, влиять на то, что можете влиять, это на чистоту в доме, там, я не знаю, почитайте какую-нибудь книгу, помолитесь, сделайте кому-то доброе, рядом, кто с вами, приятное, доброе, добрым словом, поддержка какой-то и так далее, вот, вообще, послушайте последний эфир с Акальской, наверное, никто, кроме нее, лучше не скажет, я вам, наверное, потихоньку с вами буду делиться всеми теми спикерами, всеми теми видят, которые я смотрю, вот, которые меня сейчас поддерживают, там, в данной ситуации, у нас у каждого сейчас будут всякие трансформации, коснется все то, что происходит, и об этом уже говорят давно, не только Сакальская, об этом я слышала уже давно, все то, что происходит сейчас вокруг, это коснется каждого, пусть и не напрямую, но у кого-то там идет военное действие в семье, у кого-то в какой-то стране, у кого-то там, не знаю, в каком-то городе, но трансформация будет происходить со всеми, вот, и важно вот держать свое внутреннее состояние, несмотря даже на то, в каком месте вы находитесь, даже в самых горячих точках, хотя это сложно сделать, это очень легко рассуждать, всегда со стороны, не находясь в этом, ну, это просто как бы, даже не то, что я вас пытаюсь научить, вы прочитаете книгу «Скажи жизни», да, вот, человек находился в нечеловеческих условиях, наверное, слышите человека, который не находится сейчас внутри, да, всего происходящего, ну, наверное, мои слова будут не авторитетными, вот, а вот если вы прочитаете эту книгу, если есть такая возможность, можно и онлайн ее прочитать, и аудио послушать, то, ну, люди, которые находятся в более таких критичных ситуациях, критичных условиях, для них это будет, наверное, авторитетно, потому что, кажется, уж если человек в тех условиях смог все выдержать, вынести и, я не знаю, остаться человеком, ну, уж я точно-то смогу в моих, потому что мои по сравнению с ним, ну, как бы, как капля в море, да, вот, я вам лучше, наверное, буду вам делиться книгами и видео, которые я просматриваю. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Да, да, вот так шикарно живут в Подмосковье, вообще поражаюсь размеру домов. Да, 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 да. Мы в Коломну едем нам ехать где-то 50 минут. Смотрите, как уровень жизни Подмосковья отличается от Саратовской. А видишь, домики как бы одинаковые. Прямо один, два, один. Слышишь, красные кирпичики, белые эти. Ты слышишь, нет? Почему? Дай. Там вообще дома, конечно, в Саратов отдыхает. Очень много зелени. Просто утопают в зелени. Домики типовые вот эти вот. Ваше. Домики типовые. Ваше. 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 Красиво, это река Ука. Мы в колонну уже приехали, ааа, прикольно. Мы же будем их видеть? Не знаю, вряд ли. Мы в колонну прибыли. Это вокзал. Сейчас мы идем на троллейбус, наверное. К нам дорогу приходить, муж? Казарские девушки. Улица Колонны. Доехать до Колонны, это слуховидец. ой слуховец на самом деле машины 90 7 рублей с одного человека а найден основание 1177 сколько тысяч лет назад причем рассказываем уж что за площадь двух революций почему так назвали здесь чуть теплее мне кажется не докажет пока вышли ой стрика красиво смотри да прикольно да посмотрим площадь двух революций красиво любого всей вау как красиво это кремль это тут какое-то циркушка это вот сеть не сеть а вот здание совете улица прям старая улица видно вся состоит из этих зданий мокровская лавка пошел ты же не сказал куда ушел-то классно для детишек и даже детская площадка святые земли коломенской сейчас я покажу святые земли коломенской вот он полностью весь а вот сюда могут и и поедем наверно в этот 31 обратно тут непонятно уже что-то реставрировано чу нет вот это вот это вот наверное старая раз она рассыпалась вот видите швы по каким-то швам уже шла реставрация я понимаю я прекрасно понимаю я просто ясно в общем до конца вещи по ней улица или что такое святителя филарета или дом экскурсии детишек на экскурсии привели он средь как у крам это улица святителя филарета именно отсюда начинается старая часть коломны очень красиво вообще супер ой а дома ты посмотри как это срывает этот дом какой красивый ой а ты посмотри какая вообще улица это вот оказывается дом киприна куприна это вот школа представляете ой как красиво просто на одном пятачке смотри сколько этих слышишь сколько всяких вот посмотрите пятачок пятачок на котором я стою посмотрите просто произведение искусства мой вообще какая красота смотрите каких произведение да не дома просто разве искусства вот этот современный дом смотрите какой аккуратненький красивенький такой прям находится в самом красивом месте такой классно смотрите вот какие дома крутые а здесь же люди живут да обычные супер просто я заметила у многих частных домов вот такие вот окошечки вот на этот второй этаж никто вот вот посмотрите вот видите окошечко наверное там типа мансардная какая-то улица лажень 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 никого лажень никого ой посмотрите просто а вот эту улицу а там смотри еще что-то спуск какой-то к реке наверно спуск реки реки нету кафе по грибок кафе по грибок ну нет так нет тут есть много чего другого интересного посмотреть сладкий сувениры пастила а я вот этот дом посмотри какой сет это смотри вот этот вот смотри какой красивый вообще супер здесь же люди живут потешный дворик на фоне вот этого домика красивого дом подарков а вот царь навес так навес такой балконный навес он вид нас уже с такой современный а вот какой-то храм не храм собор не собор этот музей органической культуры музей и музей художников музей традиции высшая городская управа от галереи там ярмарка кремлевский дворик а куда надо зайти хоть в одно место что понять куда я хочу на зайти хотя бы меню посмотреть меню хотят надо посмотреть ресторан старомосковской губернской кухни давай посмотрим дегустационные сеты традиционных русских дистиллятов и настойку под родную закуску но все это очень красиво сделано вот в саратове у нас этого не хватает таких вещей а смотри сделали окошко смотри это как был выглядел дом и слышь какая задумка классно вас дай то есть вот он был и вот он стал да и что это просто так отреставрировали его глянь тоже да можно эти меню посмотреть хотя бы давай из кухни из кухни покажи пыши дракторная вмещанске с селёдочкой котлетка из индейки очень классно ой посмотрите просто вот у нас в этом плане недоделанная инфраструктура в плане туризма в саратове ведь такой же можно сделать и у нас гардероб первого номера представляете то же самое такую же красоту можно у нас делать у нас только домов есть ну кто бы за это взялся домов есть исторически красивых в центре вот посмотрите это мы вот вышли вот с этой улице не ложечки на какой-то вот выходим отсюда и ложечки на и тут вот открывается такой вид а то есть это вот жилые дома представляете вот здесь так вот жить как обежный центр колонна будет вам пожалуйста стать как красиво ухожено озеро и аж тигры озеро какое-то люди на него спускаются красивые облака достаточно теплая погода тут мы сошли на территорию где вот этот дом куприна сейчас это типа льдей там поменьше вот храм а это вообще оказывается женский монастырь красиво как очень красиво классный вот я снимала вам на такую фасадную часть де школа а это такая как бы не тыльная другая страна этих храмов и здесь вот тоже улица со старыми домами двигается кришский музей вот так вот люди живут в нахоженных домах на старых улочках ягоды здесь раньше были ягоды вообще это грецкий орех он может быть вот здесь это мы думали здесь что-то наливают а ты можешь сорвать не знаю вот он грецкий орех подмосковье ничего есть нету подмосковье они не вон посмотри сколько вот там какой-то шкафы мыло музей душистой радости ну мне мыло не надо вон там единственная специальная кондитерская в коломне а вот вот там вот кстати можно да мы не понатеешь нет заглянем давай не ходи заходит куда-то здравствуйте зашли в калачную в такой вот ассортимент здесь а вот калач взяли с тушеным гусем с тушеным гусем и здесь сейчас посидим с рядом есть чай да спасибо большое спасибо 80 рублей ага карточка будет калач смотрите вот построено здание здание 1908 года она отреставрирована и вот уже вон видишь кладка какая была очень круто прямо обалденно это как выглядело здание в оригинале вот я говорю сколько таких вещей которые можно для саратова взять для той ну как бы в качестве идеи для саратовского туризма тоже надо вот оставить место чтобы показать как это здание выглядела какая кладка то есть оригинал все круто просто оригинально да я впервые такое вижу в коломне может еще где-то в других городах есть это похоже тоже жилые да какие-то нежилые муж предлагает дойти вот до того храма ну кстати можно не так уж и далеко мне кажется давай рванем а на обратной дороге пойдем в еврейскую этот по сути мы все что можно было интересно да посмотрели мне кажется да так ну будет какие-то мужчины какие даже кстати калач так себе ну видно что мясо гусиное видно что гусиное мясо вот но калач знаете да да даже вот здесь с этой точки зрения попробовать но уже прохладного стенька холодает прям и комфортно так что не знаю да частный дом представляете вот как живут люди так вот заходишь и здесь частный дом здесь тебе вот увешанность я говорю саратов вообще отдыхает в плане старых фотографий вот кто-то тоже заморочился может быть даже самые жильцы повесили и точно да я просматриваю фотки посмотрите здесь такая платформа еще на ему же спустились не сплохо видно здесь можно взять кофе например и вот посидеть вот здесь вот посмотреть на речку вот там можно посидеть плане туризма я говорю вот все-таки саратов отдыхает в час более менее сделали набережную и сейчас кстати и доделывают там уже песку песка насыпали я была когда гуляла одна помнишь вторую часть делали набережной ну и третью часть когда мы помнишь того и зимой ходили смотрели после пляжа до другую там уже песок завезли вот посадить как красиво такие эти сходы этого вот такая есть дай а к а к река очень красиво прям у это посмотри какие дома сушает жилой дом наверное живут же люди а вот мы сейчас перешли там у я вам речку пока идем в сторону туда эти далековато и тут да и цикла по моему представляете тут есть даже еще овощи мы гре грецких орехов набрали теперь можно брать свеклы свекла это наверное все таки нас это за свеклу смотри как красиво смотрится прикольно очень красиво свекла представляете поле свеклы круто сейчас я вам покажу прямо-то говорю столько впечатлений во первых посмотрите там поля река москва да москва реку вот там поле прям видно что пашут этим трактором господи встречу мне и между полем и вот чтобы на другую часть выйти да там какой-то ров очень аккуратненький подсвеченный фонариком мостике но просто радует и не снилось поэтому я причем очень круто жить старая то есть вот там вот колонна получается да мы сейчас прошли колонна а здесь какой-то поселочек и вот здесь бы круто было бы иметь наверное какой-нибудь знаешь чего вот допустим если жить в колонне то я бы хотела жить где-нибудь здесь да а потому что ты что не в самом городе живешь а на окраине но город тебя находится там 15 километров 15 километров пять минут езды и очень красиво просто шикарно вы посмотрите выложена брусчаткой все да уж совсем другой уровень жизни скамеечки пожалуйста прудик бобренёв мой вот этот мост монастырь в котором мы пойдем какой огромный территорию сейчас находится на реставрации вы чесали как круто я грузить даже жить можно то есть вот как бы не в колонне а вот здесь вот и рядом колонна пять минут езды и вот тебе пожалуйста дача как деревня может так вот не хочет отдать очень река москва монастырский пруд велопарковка мамочки с детьми гуляют какой-то очень ухоженные поле с этими с мостиками я вижу тебе хорошо здесь был же все ездил но я имею в виду было здесь вот здесь вот да давай идем сейчас в храм там остался у нас монастырский пруд идет полным ходом реставрация не снимать не говорите в купальниках не закатите вот и видеосъемка запрещена как красиво как красиво как красиво супер просто посмотрите разогрем azte Qui сам кто за а Забор живеста приседай по корове. Момент заснимаю. Вот реставрация. Смотрите, очень красиво. Вот прям, не знаю, прям рады, что сюда зашли. Огромная территория в Саратове, конечно, ну, насколько я знаю, нет таких вот прям реликтовых, можно сказать, мест. Вот. Ну, есть у нас, конечно, старые, но вот такой масштаба, ну, я только вот здесь вот встречаю, в таком количестве и такого масштаба всякие храмы, церкви. Смотрите, это уникальность, я не знаю, именно колонны или... Ну, это говорит Подмосковье. Муж говорит, это такое в Подмосковье. Вот у этих, у всех частных домов практически они типовые. У них вот такие вот штучки наверху. там, то ли это вторые этажи, то ли это просто для красоты. Ну, вот такие вот типовые дома. Вот этот вот дом крутой. Дачный. Какой-то очень красивый. Ну, он как-то называется из... Клейный брус, что ли. Быстро делается. Дешевле стоит, чем клеевой брус. Дешевле стоит, чем обычный. Ну, очень крутой домик. Ого, очень красивый. Нравится мне цвет, сочетание темно-коричневого. И вот, посмотрите. То же самое. Дом, у которого сверху стоит какая-то прикольная штучка. Я не знаю, это вторые этажи, что ли, кто знает, скажите. Вот так вот выглядит подмосковная деревня. Это деревня, девочки. Это не саратовская те деревни, не волгоградская те деревни. Это московская деревня. Вот такая вот она. Ухоженная, красивая. Ну, это скорее всего. Приятно пахнуть. Обожаю, ребята. Посмотрите, какой дом. Ну, я не знаю, дом на одного хозяина. Везде шиповник. Вот опять тема шиповника везде. Ну, есть вот такие вот, конечно, домишки, в котором никто уже не живет, похоже. Ну, вот, посмотрите просто. Дом, а терем какой-то. Двухэтажный. А вот опять. Посмотрите. Даже маленький балкончик. Кукольный какой-то такой. И вот у всех у них вот эти вот кукольные балкончики. Вот. Да, казалось бы, видишь, уехала недавно. Для меня это как в порядке вещей, а я где-то там... Вот я лучше хотела фотку сделать, но подумала, лучше на видео будет смотреться. Посмотрите, какая ухоженность. Аккуратность, ухоженность. Газончики. Красота. Гуйство красок. Подстриженность. Подстрижены даже деревья. Ну, где-то домики как раз не совсем ухоженные. Старые, в отличие от того, от вы уже Ленёва. Где у нас? Да? Ну, нет. Я по-другому вижу почему-то. Вот опять. Вот классный дом. Ну, да. Его подошаманить. Стрелевый свет, да? Как у вас там? Да. Желтый какой-то. Вот, вот. Вот. Тоже строят дом. Кстати, не мобилий, спорты полностью. Вы же пытаетесь, они? Да. Вы пытали будешь ходить? А, нет. Ну, они даже гоняются. Мы только что вас съели. Может, они паштет чуют? Паштет чуют. Поэтому они хотят напасть. Да. Вот что они сейчас будут делать? Что? Привет. Привет. Может быть, это и дом, это ты и старенькие. Ну, как бы, может быть, и на пшит просто был. Вот. так вот сделан идея вам для для дома и парковка тебе вообще красота ай ну вот наверное действительно дай на песке действительно вкусно нет и просто подачу очень понравилось это было вот так вот это называется реально вареный нормальный кофе ну короче себе нужно крепкое кофе кстати похож на тростниковый но не уверена я тут какие-то печеньки себе взяла я щас подожди порежу их они разные все абсолютно вот мы сейчас вообще колонна можно обходить и обходить мы сейчас пришли на территорию фудкор такое то свете вокруг много всяких у десерта ручной работы сладости со всего мира кофе картофель можно было бы здесь покушать и кстати мы были в марфе соломоновне нам очень понравилось администратор дарья нам даже показали отдельном видео это размещу как делать кофе на песке сейчас глянем такой вот есть фудкорт огромнейший можно сказать мы сейчас идем обратно пешком уже то есть мы доезжали до колонны на автобусе примерно 40 минут езды от ну и луховица того места где мы живем а то деревеньки да и потом еще от автовокзала мы ехали до старого города колонны до старой части колонны ехали еще на трамвае еще такая интересная особенность что нельзя одной и той же карточкой почему-то пробить билет то есть во первых на наличка наличка не расплачиваешься это нельзя расплачиваться до наличкой то есть наличку в транспорте не принимают в автобусах а вот ты можешь расплатиться только картой и за двух человек нельзя платить билет ты можешь пробить только разными картами то есть должен быть например у мужа карточка своя у меня карточка и ты в итоге проезжаешь зайцем фактически то есть мы приходим на зада карточка на двоих а он может пробить только почему то один билет я тоже не пойму в чем причина в этой всей системы чуть какой-то страны почему я дают та же карточка и сменит карточки нас одна карточка семейная на двоих почему мы не можем пробить одной карточкой 2 билета и либо сразу два билета бить нельзя но короче вот получается так что тоже странность которая такой здесь впервые сталкиваюсь вот мы решили сейчас пройти понять сколько на сколько нас хватит мы пешком да пока время есть у нас в два часа отправляется обратно наш ой 8 господи вы просто 20 00 8 часов отправляется наш автобус и вот мы сейчас вместо трамвая дай мы могли бы сесть на трамвай доехать до автовокзала мы решили пройти это расстояние пешком если у нас получится если успеем если нас сил хватит а пока вот мы гуляем по ночной коломне по вечерней коломне смотрите какой интересная квартирка с каким-то интересным балкончиком такой свой выходом все столько зданий необычных непривычных допустим для того же самого саратов смотрите выход и там и там такие двери сквозные а что но вот тот мне вообще напомнил как больница такая какой-то но это жилой дом как интересно раньше строили не как вот сейчас да ну нет это вот отличается каждый дом отличается такая не освещенная часть территория идешь такой страшно однако же да 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 Продолжение следует...